попали сегодня в боснийский магазин вау капри вау помните такие шампуни были крапива ромашка бриза это березка вау это шампуни hair body wash давай в одном порошки оболаскиватели класс то каких-то их не таблички боснийские боснийские мишки мусульмане я знаю взяла филу до филу тесто такой знаете которые но они тоже любят чай гонять вот это вот я всегда хотела иметь alpine alpine cuisine на это сколько но стоит цены не вижу знать это кофе кофе делать заваривать есть такие есть такие а я взяла это они шить и мусульмане босницы но он видишь не все конечно не вот смотри какие вау гучи стаканы видели класс я такого не видела кофе заваривать интересное мне надо кофе заваривать штучка ты любишь заварной кофе я говорю ты любишь кофе заварной или нет такой маленькие чашечку или нет я люблю тапочки с подогревом одеялко мацко а мне понравился этот магазин хотела посмотреть маскарпоне но нет сыра маскарпоне босния босния шоколадки конфетки чай и пельмени мясо рыба бахлава я бахлаву дома сама делаю и он сиц ты взял сиц вот тут какие-то сиц есть это соленые семечки это непонятно одессе мечки досвиды даже даже парфюмы продаются вот это помнишь на три по березка роман макшка мыло тебе нравится как пахнет? я даже не знаю что написано и там есть там есть мне кажется я думаю сила что это будет я думаю что это будет Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, продолжение видео с магазина. Я сейчас вам покажу, что мы все-таки по окончанию... Сколько мы заплатили? 50 с чем-то? 58 долларов заплатили. Я вам показала, что в руке я держала филу доу. Можно как и мясные начинки, как и овощные, сырные, так и сладкие начинки делать. Я купила для пахлавы. Хочу сделать пахлаву. Не знаю, как получится у меня. И тогда надо будет сделать. Так, следующее. Семечки. Хотели семечки купить, как мы обычно покупаем, но это какие-то интересные. Мистер Нат, Sunflower Seeds, Коврульмус, Тузлу Айке Кирдеги. Поняли, да? Кто говорит на боснийском? В общем, заехали один русский магазин. Европейский назывался. Там как будто кто-то сдох. И у него маленький товар уже, как это. Вот, надо съесть до 7 июня 2024 года. Уже небольшой набор товаров. А, точно. Какие вкусы-то. Короче, бизнес не идет у него. Такой бизнес очень здесь тяжелый, потому что не такая большая популяция. Не такой большой комьюнити популяция наших славян. Вот. Это тоже новые семечки. Дакота, ансалты. Не соленые. Мерей или мирей какие-то называются семечки. Мы обычно покупаем зеленые семечки. Такие они идут китайские. Их легко щелкнуть. Хотя они вкусные. Как говорится, всегда беспроигрышные. Потому что бывают русские. Покупаешь. Они бывают то запрелые, то еще какие-то. То мелкие. Долбаешь. Сидишь пальцами. Все пальцы черные. А то полосатые. Может быть, я когда-то если куплю, покажу. Вот такую купила колбаску. Пишется любительская. Так и пишется. Любительская. Крекеновоз. Мамма миа. Это with beef. With beef fully cooked. Болония. Так, одежда сделана. Литва. Литвания. Да, купила завтра наш день благодарения. Я такой еще. У нас в русском такой нет. Паунд стоит 8,69. Ну, в принципе, такая же самая цена, как и у нас. Да. Оно затянуло где-то на 10 долларов, да? Или больше? Больше 10. Это было 44 доллара. Мы заплатили сколько? 58? 14 долларов. Вот такая колбаска. Вау. Ну и что? Я не люблю бумажные колбаски. Так. Как я не могла себе любимой купить штыколадку? Можно потихоньку кушать. Это Макс. Большая шоколадка. Я такой еще просто не видела. Знаете, Милка любит удивлять разными шоколадками, начинками. А это тут пишется нус и нугат крем. Нус и нугат крем. Кто такую ел, скажите? Вкусная, невкусная? Я такую никогда не ела. Это первый раз ел. Кстати, да, вот мы с мужем так уж и говорили. Много товаров боснийских, как и есть от них. А это Австрия. Вот, получается. Милка так и есть с Австрией. И видите, у нас тут в Америке отдельные наклейки клеятся. Оно должно пройти знак качества, написать сколько калорий. Ну, короче, стандарты в Америке должны пройти. Так, шоколадку потом откроем. Еще я купила вот такой бананика. Ну, это я представляю. Ну, как бы я представляю, но не знаю, или это как маршмеллоу внутри. Или это будет что-то хрустящее в шоколаде. Главное, что не просроченное. Я хочу открыть, даже посмотреть сейчас. Вольно? Сразу бананом пахнет. Знаете, какой-то банан бывает. Шоколаде. О, смотри. Это, конечно, больше размер перца, похоже, смотри. Да? Это на перец похож. Ну да, маршмеллоу такое, на. Ну, пробуй. Ой. Я просто люблю разное пробовать, но... Оно не просроченное, оно чем-то присыпанное. Вроде как такое или мукой, или сахарной. А, не мукой, знаете, что это может быть? Кархмал. Присыпают. Точно не хочет? Можно это? В общем, съела. Следующая шоколадка. Слово рам. Это рам. Плоси. Сиси какой-то. Плосики, может быть. Кандид. Это батончик. Я подумала, что это может быть такой... Знаете, как у нас есть батончики? Раньше были. Я думаю, что там рам внутри. Открывать пока не буду. Я не сильно голодная. Так. Давайте посмотрим, что в другом пакете. Муж тут нам выбирал себе консервы. Консерва Рига. Золотая Рига. Это шпроты в масле. Он купил две себе такие консервочки. Так. Это что у нас здесь? Сардины в масле. У нас здесь в американских магазинах в основном в воде. Оно невкусное. Водяное. Это тоже сардины. В vegetable oil. В овощном масле. Так. Что тут у нас еще по маленьким? Такая сардинка. В подсолнечном масле с перчиком. Значит, немножко острое. Видел, да? Не видел? Ну, будем пробовать. Так, иногда раз что-нибудь хочется мужу на скорую руку с хлебушком с сардинкой в масле тоже. Консерва. Консерва удобная дома всегда. Это в овощном масле. Это у нас в оливковом масле. Ух ты! Все разные. Эти мы уже смотрели. А, нет. Это вот еще одна в оливковом масле сардинка. Так, это мы смотрели. А что это за банка? О, очвар. Майлд. По-моему, на работе. Смотри, какая церковь. Вау. Это что за церковь? А ну, читай. Это не масоны? Сейн Джон. Ну, это католическое. Святой Джон. Он сардин делает. Смотри, какие старинные дома. Вот это райончик. Ну, это райончик черных. Сразу видно. Там, наверное, даунтаун будет. Ты знаешь, что? Вот очвар. Вот это вот именно перец, да? Под равка какая-то. До воде это сделано. Спред, добавка, дип, соус, как хочешь. Нью-Йорк, Риджвуд. На работе одна nurse practitioner, которая наша как провайдер, как врач, говорит, ой, говорит, слушай, там в русском есть аджвар. Я такая, что за аджвар? Но она аджвар, аджвар, такая в банке. Я говорю, да вроде ей, говорю. Она говорит, ну, я пойду, посмотрю. Пошла, она приходит, говорит, нема, аджвара никакого в русском. Она говорит, а я в Walmart покупала. Отдел европейский есть в Walmart. И ей очень нравится. Она только как не кабачковая икра, вот как икра, как намазка. Кладбище. Перцовое, да. А это не этот? Как солнце светит и кладбище. Освещается. Ой-ой-ой, большое кладбище. У нас тоже в городе оказалось большое кладбище. Я даже не знала, что у нас настолько оно большое. Если уже такое большое кладбище, то оно уже, значит, старинное. Да, конечно, 1848 года. это что за улица? Знаешь, как хочется назвать ту улицу? Как она называется, эта улица? Да. Как эта улица называется? Это не флёр. А, да? А Люисы направо. Ингерсел. Это флёр. Да, флёр. Это же мы прямо в аэропорт едем. Да. А где дальше мы едем. Да. А едем мы в аэропорт, встречаем, сегодня встречаем моего брата. Пролетает с Калифорнии в гости на праздники. Соскучились за ним, когда он был последний раз? В марте он сказал уехать? Нет, я тебя наваривал, я приехал еще. Да, он сказал в марте вроде улетел. Это Демоин Ривер туда? Садится. Это твоя пляжа да? Да? Где? Нет, Демоин на флёр. Давайте доедем, припаркуемся. Он у нас частый гость. Больше всего он был у нас и жил дольше. Игорь он же как бы жил прямо здесь. Это двоюродный был брата, родной брат Вова у нас как бы в гостях, но на долгий срок был. Это тут по-моему это парк или гольф поле тоже. И здесь гольф. Просто музыкальный фестиваль здесь. Ага. Муж говорит, что тут музыкальные фестивали проходят в этом парке. А вот здесь большое озеро. Я все хочу. Это озеро? Или это залив? Грейс? Грейс. Грейс. Грейс Люди вокруг озера гуляют, на велосипедах катаются. Я всегда сюда мечтаю тоже когда-то прийти. Ну, конечно, нам часть сюда ехать, можно вокруг своего походить. Озеро 53 градуса было у нас сколько у нас было? 46 или 47 мы говорили. Немножко потеплело. С утра было более прохладно. не могу не попробовать эту шоколадку. Меня мясом, хлебом не корми, да, шоколад. Смотрите. Орехи где? Такие орехи были, смотри. Не понял. А, они мелкие, на, попробуй. Ну, это вкусно. Ой. Мелкие, видите? Прикольно. Такое, как ореховая паста, небольшая. Небольшая. Советую купить такой шоколад, мелко. А что фонтана нет? Тут же фонтан такой пьет большой. Видел? Сделали немножко ремодел этого аэропорта. ты шутишь? Где United? А, знак? А тут нету, тут только терминал парк, не терминал, в Санкраменто терминал A, терминал B. Надо знать. А, да, самолет United. Что-то фонтанчик выключили. Ну, сейчас вам покажу. Большую парковку сделали. Кстати, здесь за паркинг можно доллар только заплатить. Хочешь припарковаться? Да, не. Да? Стане походу нас не выглядели. Мост сделали. Да, ремп такой сделали. Такого не было сюда. Значит, люди едут все-таки как-то. потихоньку. Потому они расширили аэропорт. Вот тут какая-то площадка закрыта. Неизвестно, что здесь будет. Ой, солнце яркое горит. А по той линии полицейские. Полицейские, как всегда, ой, 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 это все стоят встречающие. В Сан-Франциско и Сакраменто вообще нельзя стоять. Чуть дольше стоишь, все, они уже подбегают и уезжай, или сразу подходит и штрафует. Тут люди стоят, ждут. Ну, тоже нельзя стоять. Ну, стоять нельзя, но хотя бы минут пять тебя не выгонят. А там высадил, посадил человека и все. Уезжай быстро. очень похож. Так, смотри, дядька, куда выезжаешь. Аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. Салон. Да. А ему же багаж надо взять. Ну да, ему надо взять багаж, но я не думаю, что так... Придется, нам еще раз подкрыть. Да, я не думаю, что так долго нужно будет багаж забирать. Аккуратненько, что все уже вышли. Да нет, еще не все. Аккуратненько, вот такой вот аэропорт снаружи в дымойне это штат Айовы. Ой, штат Айовы. Кэпитал Айовы. Спасибо всем за просмотр. Оставляем вам солнышко напоследок. И до новых встреч. Пока-пока.